На месте бывшего насыпного кургана древней Самрадской могилы в 1679 году тюменский крестьянин Кимофей Невежин основал укрепленное поселение, назвав его «Царёгородище». Отряду приходилось много раз отбиваться от нападений кочевников. Поселение не раз выгорало дотла и возрождалось заново. К середине XVIII века Слобода имела уже тройную линию укрепления и насчитывала тысячу служилых людей. Гарнизон крепости был самым крупным во всем Притаболе. Сегодня на исторической площадке красуется 18-метровая надвратная башня, окруженная частоколом. Строили ее, соблюдая старые технологии. Бревна диаметром 30 сантиметров, между воротами специальные щели для проветривания. На втором этаже – бойницы, из которых первые поселенцы стреляли по врагам из пищалей. Историю основания кургана можно прочитать на стендах. Здесь есть рисунки, фотографии, первые упоминания археологов о царёном кургане во время научных исследований, графические реконструкции и первые чертёжные карты. На реализацию проекта ушло менее полугода, рассказывает автор Владимир Хорошаев. В дальнейшем экспозиция будет расширена. Равно как и территория площадки. Планируется построить здесь древнюю избу с элементами утвари, кузницу, разбить парковую зону. Мы начали эту работу, проектирование начали где-то в апреле. И вот, понимаете, сегодня в августе у нас уже здесь стоит сооружение. Это колоссально, это удивительно. То, что всё это происходит, так же, как в прошлом году, нулевой километр появился, там декабристы и прочее. Поэтому очень бы хотелось как бы продолжить вот эту тему и дальше поработать. На открытие царёва городища собрались сотни курганцев. Для них артисты подготовили театральную постановку. Сражались на мечах, горцевали на скакунах, водили хороводы. Исторические события и память о них формирует национальное самосознание, чувство патриотизма и любви к своему краю, отметил Олег Богомолов. И поблагодарил руководство города за работу по поднятию имиджа областного центра. Всё царёво городище в рамках сегодняшней территории города Кургана и то, что сегодня уже здесь всё застроено, восстановить невозможно. Но хотя бы фрагмент главной башни входа в царёво городище мы восстановили. Это правильно. Я просто ещё раз благодарю руководство города, Павла Михайловича, все наши инициативные группы, инициаторов, кто сегодня занимается проблемой, реализует программу «Любимый город», потому что это крайне важно. У нас каждый год появляется что-то новое. Мы формируем место для отдыха горожан уже и, скажем, во всех местах нашего города. Ему же здесь просматривается архитектурный такой ансамбль уже, и парковая зона, и место отдыха. Возможно, здесь и Тимофей Невежин у нас будет. Сейчас с художниками будем это обсуждать. Так что, чем больше таких мест отдыха будет для наших курганцев, тем будет интереснее и комфортнее здесь жить. В следующем юбилейном для Кургана году в областном центре установят памятник Тимофею Невежину. Эскиз монумента уже утверждён. В творческом конкурсе победил проект скульптора Ольги Красношейной, выпускницы Российской академии живописи, вояния и зодчества. Одним из мест его размещения может стать историческая площадка «Царёво городище». Оксана Савакова, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.